всем доброго времени суток уважаемые также гости и подписчики моего канала вот сегодня мы рассмотрим конструктивные особенности катушки black hole ток бассер ну и также поддержим традиции скажем так видео из серии взгляд изнутри вот что могу сказать перед нами катушка ток бассер фирмы black hole размеры и 2 500 в с 2 500 маркировка является на топовой моделью фирмы black hole то есть одна из самых крутых можно так сказать самая дорогая у них на сегодняшний день эта катушка стоит дорого скажем так вот давайте посмотрим что у нее тут начнем традиционно с корпуса видно что корпус у нее металлический полностью сделан аккуратно никаких шероховатости зазубрин нету крышка от корпуса тоже цельнометаллическая сделано тоже все аккуратненько вот можно посмотреть корпус у нас в корпусе имеются такие направляйки чтобы установить крышечку попадаем направляющие корпус у нас встал вот видно что никаких щелей зазоров как таковых нету все очень плотно приходит подходит все качественно сзади имеется такая крышечка который у нас закрывает бесконечный винт скажем так и в чего он упирается тоже на крышечке имеется вот такая вот прокладка чтобы не попала не попадала вода вот все это вот так вот выглядит и встает также для механизма стопора обратного хода также это у нас роликовый подшипник или муфта обгона как можно назвать тоже есть такой вот чехол крышечка корпус такой чехол который его закрывает попадание туда грязи от воды тоже и на этом чехле на таком пластиковым имеется такая резиновая прокладочка вот видно что вода не попадала то есть видно что фирма black hole позаботила чтобы лишний раз вода в корпус не попала с этим как бы тут все обстоит нормально единственный минус что в корпусе иногда бывают такие моменты попадаются катушки где посадочные гнезда для коренных подшипников главной пары происходит сразу же пусть они выточены не очень точно и когда туда вгоняется подшипник он там начинает сразу же болтаться он видите на этой катушке все как бы нормально но опять же он не очень сильно держится эти сра перевернул он оттуда выпал попадались катушки у которых это гнездо уже выточена не очень точно и он там болтается создавая люфт на главную пару и на ручку что придет более сильному износу и к люфту вот есть такая ручка сделана вот таким вот образом вкручиваться на напрямую главную пару можно вот это посмотреть то есть при такой конструктивной особенности мы видим что люфтов никаких в ручке в самой в рукоятке не будет сделано очень даже хорошо кнопку нас сделан из дерева из какого не могу вам сказать он по ходу просто покрашен или пропитан чем-то в кубе стоит два подшипника мы видим крутится очень хорошо лифтов не имеет в этом плане 5 баллов все отлично сделано ну дальше чтобы не отвлекаться хочу сразу сказать про подшипники подшипники вот в главной паре коренные да и подшипник который у нас держит вторичный вал главной пары которому нас прикручиваться вот ротор вот эти три основных подшипника которая должна быть в любых катушках они у нас конструктивно типоразмерами верните по размерами подходят от катушки например фирмы шимана twin power полностью одинаковая типоразмеры можно даже заказать от японского двина twin power на и поставить эти подшипники потому что эти подшипники они не очень качественные могу вам сразу же заявить на них есть конечно стопорная кольца до чтобы открыть их потому что подшипники без закрытого типа влезть их самим не надо понимаете ну и я так предположил что износятся эти подшипники быстрее чем понадобится им смазка потому что подшипники не очень качественное присутствие их люфтов сразу же в новых подшипниках очень даже такой большой большие люфты и по мере работы видно что ход подшипника теряется не из-за смазки он начинает как бы подшумливать уже сам подшипник начинает изнашиваться эта катушка отработала только сезон у меня была катушка которая сталкивалась большими нагрузками там эти подшипники сразу же чувствуется что начинает умирать очень очень даже быстро вот далее давайте рассмотром в конструкцию ротора ротор сделан из углепластика очень легкий я бы сказал что по весу может даже как конкурировать с такими брендами как шимана и дайва стоповыми моделями ну у этого ротора есть один минус он имеет свойство проворачиваться на вторичной шестерни главной пары вот такое лично произошло у меня поймал я буквально 8 10 тайменей на него и у меня этот ротор 10 пытался провернуться и треснул какая одессе конструктивная особенность если допустим шимана и дайва вот на этом перешейки делают стальную втулку наверх на прессовывают как бы сказать ободок стальной примеру риоби 10 делает квадратную такую шайбочку металлическую миллиметр наверно 2 толщина которая тоже не дает провернуться то вот мы видим у блэкхула здесь никакой конструктивной защиты от проворота на 3 шестерни главной пары нету он и проворачиваться сразу же могу сказать а так все в принципе даже неплохо вот посмотрим дужку скобу и механизм откидывания дужки и коромысел с ротора видим что одна часть у нас сделана из металла вот он трется металл полностью металлическая далее это коромысла пластмассовая но внутри его видно по шлицу туда впрессована вот металлическая вся вот этот конструкция шток который уже вставляется в ротор из металла в принципе очень надежно в ролике лесоукладывателя имеется подшипник крутится очень хорошо замечательно я бы сказал видно что сама вся эта конструкция одевается как не на саморезы не на болты не на шурупы как на многих катушках ее часть это крепится на такие вот стопорная шайба принципе очень выгодно если часто откручивать какой-нибудь саморез то резьба в пластмассе она будет как бы изнашиваться и много раз нельзя будет эту процедуру сделать здесь в этом плане все даже хорошо я бы сказал пять баллов так рассмотрим сам механизм фиксации и откидывания дужки и самосброс выполнен у нас полностью практически весь из металлических деталей вот пружина сама которая откидывает эту дужку и фиксирует понятно что металлическая ну и внутри ее такая из изогнутая деталь металлическая штифт такой зубы стоит это тоже очень сделано хорошо и качественно и ломаться здесь по сути дела нечем если взять триуби то здесь еще такая из пластмассовая переходная модель которая ломается и просто может усохнуть и сломаться здесь я все сделано очень надежно также замечание по этим узлам механизмов нет есть такая вот конструктивная особенность ставится вот такая еще металлическая шайбочка формы к такой конфигурации что она нам дает когда мы откидываем дужку саму то она дает вот такой звук шелчок клац типа шелчок чик то есть звуковой сигнал что душка у вас откинута и зафиксирована тоже такая полезная штука чтобы вам не отвлекаться в запаре как бы сказать в азарке рыбалки можно дужку до конца не довести посмотреть за этим может самосброс произойти если до конца не зафиксировали то вот это вот металлическая такая конфигуративная шайба она даст такой звуковой шелчок клац и вы поймете что у вас все зафиксировано все как бы сказать откинулась можно делать заброс тоже хорошая полезная штука вот что могу сказать за механизм стопора обратного хода или как называет по-разному гуна муста или роликовый подшипник выполнен в таком пластмассовом корпусе стоит ролики по диаметру очень небольшие тоненькие чуть-чуть длинноватый но с этим механизмом на этих катушках бывают такая проблема стопор мгновенного мгновенный стопор вот это вот обратного хода он бывает не всегда срабатывать ва чуть-чуть прокручиваться потом срабатывать проблема в том что иногда приходится вот эту вот пружинку на 3-4 витка укорачивать и натягивать чтобы сильнее прижимал вот это вот пластину которая управляет этим механизмом то есть есть такая огрешность в данном типе катушек что можно сказать дальше так вот сам этот вал до который одевается на вторичную шестерню главной пары и конкретно контактировать с муфтрообгон или со стопором обратного хода видно что он выполнен там из прочного металла закален током высокой частоты наверно как поршневые пальцы до машинах с двигателем внутреннего сгорания нот его обратная часть видно имеет такие сколы неприятные они конечно работу вроде как не касается но очень такие видно и на ноготь их видно визуально очень хорошо они присутствуют то есть тут обработка металла такая не очень качественно идет ну и посмотрим сердце самой катушки сам механизм сам механизм у нас состоит из бесконечного винта скажем так или бесконечного вала стоит он таких втулках пластмассовых вот и здесь и регулировочные шайбы чтобы убрать его люфтик кто пожелает примеру и приводится он в привод через такую паразитную пластмассовую шестеренку от вторичной шестерни главная пара вот так вот пластмасски я конечно не люблю практика показывает что вот именно такая паразитная шестерня которая приводит червячный вал или бесконечный винт она как правило не ломается потому что шума она тоже такие применяют скажем так и дайва применяют у дайва не металлические здесь пластмассовая они как правило с ними за долгие годы ничего не происходит они не ломаются сделано очень надежно сломаться может только в том случае наверное если попадет сюда вода и потом она замерзнет минусовой температуре вы будете силой пытаться прокрутить можно может быть какой-нибудь сломать я лично с этим сам не сталкивался в теории так предполагает что может такое произойти дальше этот бесконечный винт у нас соединяется с толкателем штука вот видно и он крутится и у нас штук начинает делать возвратно поступательное движение вот здесь есть такие своеобразные конструктивные особенности видно что направляющих никаких полозьев таких нету направляющих как это делает шума на ставятся такие металлические направляющие на которых он висит входит не давая ему перекашиваться влево-вправо здесь этого нету здесь а конструкция пошли по другому способу видно что здесь а сам этот толкатель опирается на корпус катушки допустим как кулисы они упираются видно что вот в этом месте она трется и контактирует у нас вот вот с такой направляющей частью корпуса вот она по нему идет видно что вот здесь у нас уже наезжена дорожечка по которой он ходит с другой стороны она упирается вот на такой вот ребро на такой вот полозе в корпусе и вот она контактирует с ними не давая чтобы она ходила влево-вправо что была хорошая намотка находит ну что это дает это конечно зависимости как от направляя к это лишнее трение снижает плавность хода снижает как бы сказать шумность для направляйки здесь и конечно плавность ходов при такой конструкции шумность будет выше и плавность хода ниже ну конструктивно очень надежно износиться это я думаю практически нереально чтобы это все износить также есть какой приятный момент на выходе штока из вторичной шестерни главная пара вот стоит у нас шайба которая вернее то гайка которая закручивает ротор в ней соответственно место втулка и подшипник вот что соответственно снижает трение чтобы штук не соприкасался внутри части со вторичной шестерни главной пары и тем самым уменьшает трение и добавляет плавности хода вот этот подшипник вот у нас вот эта втулочка которая в него я бы сказал что такую конструкцию применяют лучшие бренды катушек когда его и шумана применяет только на топовых и самых дорогих своих катушках здесь видно что такая конструкция вот применена вот на этой катушке вот что могу сказать про главную пару главная пара у нас сама главная 6 ведущей шестерня главной пары у нас небольших размеров хотя конструктивно так посмотреть по изгибу по профилю зубьев похоже очень на шимановскую из каких высокопрочных материалов или нет сделано я вам не могу сказать вот катушка отработала пока никаких поток на износ не видно то есть она не износилась как она будет изнашиваться долго ходить или недолго это покажет только времени могу вам точно ничего по этому поводу сказать сделано все качественно вот есть такой нюанс что хотя вот и катушки вроде нормальное передаточное число могу ошибаться но по моему туле 5 1 то ли 5 и 2 к одному но катушка очень плохо тянет на тяговое усилие очень тяжело работает с высокоупористыми приманками от этого вам граждане хочу сказать то думаю такую катушку покупать на тяжелый джиг даже четырехтысячная модель она не тянет то есть тягивая усилия очень плохие есть такие недостатки что может провернуться ротор то есть не рекомендую применять для тяжелых приманок и на трофейную рыбу скажем так на мой взгляд эта катушка может работать с такими рыбами как 45 килограмм может быть пару раз за год поймать каких-нибудь двух-трех трофеев и не более того вот что могу сказать вот про фрикционный механизм для который настраивает у наш пулю внутри шпули у нас два подшипника это очень хорошо механизме имеется две фетровые шабы шайбы и внизу стоит такая планка с такими полукруглыми выемками и стоит типаж шарик такой подпираемый пружины что когда фрикцион срабатывает вот такая конструкция трещотки так называемая она дает такой гламурный такой звук чувствоваться что там шарик так 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 по этим очень такой приятный звук это вот тоже приятно и хорошо видно что бортик шпули имеет опрессовку как они заявляют из метрида титана но я вот не понимаю то ли это полностью из всего материала из этого сделано то ли только напыление этой опрессовки я посмотрел это катушка горь поработала видно что зазуберина с внешней стороны появляется видно уж не такой он и твердый как хотелось бы допустим уж иванова twin power там нитрит или оксид циркония намного намного прочнее в этом плане здесь все таки есть небольшие забои на с внешней стороны вот что могу полетожить победу катушку вот все преимущества и недостатки я вам рассказал показал мне кажется что эта катушка этих денег на сегодняшний день не стоит просто-напросто проще взять в два раза дешевле риоби за убер мне кажется это будет лучше тут корейцы конечно с такими конструктивными особенностями в неком плане промахнулись им конечно однозначно надо улучшать точность и подгонку всех этих вот зазоров грубо говоря кстати катушки когда новые идут и главная пара у них вообще почти не отрегулирована видно что за люфт ротора видите они регулировали мы тремя шайбами то есть что говорит не не а метрологической точности всех этих зазоров ну и соответственно недостатки в роторе и плохие подшипники риоби подшипники намного как бы сказать прочнее скажем так однозначно вернуть такой катушка не стоит этих денег если вы решили ее купить то рекомендую сразу же поменять подшипники и не применять ее на тяжелые приманки и на ловлю большой рыбы если конечно ловить ее в нормальных простых условиях не нагружая ничего в принципе конструкция надежно и должна служить очень долго ну вот это мое личное мнение всем спасибо за внимание до свидания уважаемых